В субботу в Иванове состоялось грандиозное автособытие, фестиваль, аналогов которому в нашем регионе еще не было. Жаркое лето 2015 собрал профессионалов и любителей автоспорта. Тюнинг-шоу, соревнования по автозвуку, граффити, показательные выступления по воркауту и впервые в Иванове дрифт-серия. Программа мероприятия никого не оставила равнодушным, а главное – фестиваль благотворительный. Все собранные средства будут направлены в помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Мы каждый год проводим удовлетворительные акции, стараемся не забывать о тех, кто в этом нуждается. Сегодня просто будет больше народу и будет больше возможностей помочь людям и детям с ограниченными. Каким должен быть идеальный автомобиль? У каждого из участников есть свой ответ на этот вопрос. Эти автомобили соревнуются не в скорости или маневренности, а в громкости. В салон помещают специальный прибор для замера звукового давления. Стремление к идеальному звучанию требует от автовладельца немалых усилий и вложений. Зато результат того стоит. Машина собирает взгляды людей. В такие моменты осознаешь, что машина делалась не зря. Машина нравится не только мне, но и окружающим людям. Эти автомобили больше роскошь, чем средства передвижения. Здесь, на фестивале, они словно музейные экспонаты, собирающие на себе восхищенные взгляды зрителей. Вопреки расхожему мнению, тюнинг-шоу не только для дорогих аномаров. Главный критерий – машина должна выделяться. Наибольший интерес у зрителей вызвали, как ни странно, детище российского автопрома. Ну и самое долгожданное событие дня – дрифт-серия. Дрифт-серия – это вид автоспорта, при котором для прохождения. Извилистые трассы используется техника управляемого заноса. Соревнования по дрифту в Иванове раньше не проводились. Этот вид автоспорта довольно рискованный и для водителей, и для зрителей. Но определенно один из самых зрелищных. В трех заездах по специально организованной трассе поучаствовали 12 машин. Мой автомобиль ВАЗ-2101 подготовлен до работы для дрифта. Для этого мы заменили двигатель, увеличив мощность, доработали подвеску и выворот. И этого, в принципе, достаточно, чтобы выступать в соревнованиях в среднем уровне. Дальше автомобиль будет дорабатываться более серьезно для других соревнований. Для пущей безопасности предварительно гонщики имели возможность потренироваться. Так что обошлось без происшествий. Бешеная скорость, удивительная маневренность, дым из-под колес и адреналин. Пробная дрифтерия прошла успешно. В будущем, обещают организаторы, ивановцев ожидают еще более зрелищные соревнования. Наталья Гутарина, РТВ Иванова.